Статус столицы аморалки Сочи получил еще в советское время. Тут разлагались все и простые трудящиеся, и партийные шишки. И какой же отдых без сексуальных удовольствий? Для высоких гостей работало специальное бюро по предоставлению интимных услуг. Все было организовано на высшем уровне. Это были не просто проститутки, а красивые женщины с нетипичным для жриц любви интеллектом. Можно оттянуться по полной, в том числе, естественно, эротически оттянуться. Более того, это считалось нормальным. Продажной любовью пахло уже на подъезде к Сочи. Отдыхающие понимали, они едут в город, в котором граждане оттягиваются на всю катушку. Здесь можно сбросить кандалы советской морали. Простите, можно женачик посмотреть? Там фасон интересный. Этот? Да-да, если можно. Пожалуйста. Спасибо. В «Жемчужине» все казалось прекрасным. Даже номера, которые сейчас бы назвали убогими коморками. Это номера 14 метров квадратных, 16, чтобы вы просто понимали, где стояла очень неудобная кровать. Работать девушкам с низкой социальной ответственностью приходилось не в самых комфортных условиях. А стекались сюда на летний сезон лучшие кадры Советского Союза. КРИКИ За лето элитные проститутки зарабатывали в «Жемчужине» на машину или квартиру. За услуги брали от 100 рублей до 500. Интим в самой престижной гостинице Сочи был очень дорогой. Очень часто подрабатывали вполне себе благополучные женщины, которые просто приезжали к постояльцам, чтобы скрасить их одиночество. При этом оставляя дома детей, иногда мужа. Василий Кузякина, работник лесопилки, в отпуск на юг провожали всей семьей. Но давайте, ребята, с батей прощаться. И наивные домочадцы представить не могли, что примерный семьянин на отдыхе пустится во все тяжкие. К семье и голубям не вернется. О, здрасте! Здрасте! На курорты советских граждан отправляли бесплатно или брали с трудящихся за путевки символические деньги. Главное, занимайтесь здоровьем! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Днем процедуры, прогулки и сбалансированное питание. Но вечером граждане шли в рестораны и бары. Давай станцуем! Давай станцуем! Выпить какой-нибудь коктейль через трубочку в баре со светом музыкой – это приобщение к некой буржуазной Дольче Вита. И под воздействием неведомых ранее коктейлей мужья изменяли женам. Любовь вероятна. В Сочи в разгар сезона было полно привлекательных мужчин из разных уголков страны. Чего только стоили горячие южане! Развращайте девушку пригласить Наталью. Я не танцую. Я вас умоляю. И для советского мужчины отец супруги на отдых становился большим испытанием. Эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнут. Я ее в целлофан заверну. Не помни, Варвара? Варя, помни клятву верности. Я так волнуюсь, так волнуюсь. Я просто ночей спать не буду. Пояс верности на жену не наденешь. И мужчины думали, что если женщина поехала на курорт с ребенком, то измены не случится. Что было, конечно, наивно. Кооперировались по четыре, по пять мамаш. Назначали дежурную мамашу. Так что одна мама сидела со всеми детьми. А все остальные, скажем, прям в боевой раскраске шли на дискотеку и возвращались уже к тому времени, когда надо было детей будить и кормить завтраком. Интересно, что милиция пыталась следить за женщинами, которые нарушали законы железной советской морали, уж слишком активно и демонстративно. А здесь я отдыхаю. Здесь вообще все отдыхают курорт. Отдыхаешь по ресторанам с незнакомыми мужчинами. А я в ресторанах не нарушаю. Героиня Елены Прокловой сразу стала объектом внимания горячих мужчин в колоритных кепках. Картина «Будьте моим мужем» снималась возле Сочи. Не учите меня. Вот таких вот учителей полный пляж. Я вас не учу. Вы в своей жизни разберитесь. Я хотел вам искренне помочь. Да, я поняла. А теперь почему вы не женаты? Вас не берет никто. Актриса была свободной женщиной. Андрей Миронов – женатым человеком. Но роман был неизбежный. Я в него влюбилась, когда мы с ним танцевали после съемок в ресторане «Кавказский аул». И он пел для меня песни. А потом мы с ним танцевали. Я так поплыла от слов, которые мне шептались, от его таланта. Но в разгар этого жаркого киноромана в Сочи приехала Лариса Голубкина – официальная супруга актера. Они все вместе сходили в ресторан. И Голубкина и вида не подала, что понимает, что супруг ей не верит. До сих пор для меня это и актриса потрясающая, женщина уникальная и мудрейший человек. Андрей Миронов после съемок в фильме забыл про Елену Проклову и вернулся в семью, как ни в чем не бывало. Очень любил в Сочи Владимир Высоцкий. Но спокойно отдыхать ему не давали. За ним везде жадно следили назойливые поклонники. Он и шагу не мог ступить и расслабиться. Вот это вот, вот это, понимаете, это уже не отдых. Ты идешь в море, а тебе разглядывают, какие ноги, какие на тебе плавки, какие там под плавками, чего там у тебя с организмом. Когда Высоцкий прилетел в Сочи вместе с Мариной Владе, их отказались поселить вместе и отчитали, как всех простых смертных. Нет штампа в паспорте? Тогда до свидания. В номера в гостинице селили только однополых людей. И всегда иностранцев это очень удивляло, почему мальчик с девочкой не может поселиться, а мальчик с мальчиком за милую душу. А чтобы в одном номере очутились иностранка и советский гражданин, это было немыслимым. И Высоцкий очень переживал. Он еще был женат, в московской квартире жила семья. Где же встречаться с любимой? Не было квартиры, на порог интуриста его никто особо не пускал, до Парижа не добраться. Курортный роман был необходимостью в их отношениях. История любви развернулась на борту теплохода «Грузия». Капитан Анатолий Горогуля предоставил влюбленным каюту люкс. И это было роскошно. Шесть дней невероятного блаженства. Но радость от морского путешествия, солнца и пляжа омрачили потом сочинские воры. Из номера его вынесли чемодан с вещами и документами. Ну, Высоцкий, конечно, обратился в милицию, как положено, написал заявление, после чего вернулся в свой номер и обнаружил чемодан и записочку. Прости, Владимир Семенович, обознались, мол, но джинсы твои уже продали, а вот куртку и документы возвращай. По улицам бродили толпы цыганок, которые гадали, опустошая карманы. Царило воровство в частном секторе. Вокруг кипела несанкционированная уличная торговля и махровая спекуляция. Конечно, сама атмосфера курортного города, она располагает к большему уровню вот таких вот вещей, которые либо на грани криминала, либо за грани. Зимой город спал, улицы были пустынные, жители сосали лапу, но летом у всех, как говорят в народе, сносило крышу. Прет народ, надо заработать, чего только стоили курортные таксисты, наглые, жадные, живущие вне закона. Отдельная мафия была на рынках. Торговля фруктами приносила невероятные доходы. Репертуар музыкантов в сочинских ресторанах был, как правило, незатейлив. Раздухарившись, слабухи переходили на песни на ломаном английском языке. Играли в репертуар таких групп, как, допустим, Абба, Арабески, Бунием, западных групп. И в 80-й появился местный талант, послушать которого хотели все гости Сочи с труднопроизносимой фамилией, которую он в итоге сократил в два раза. Экспрессивная манера, это вот про него. Экспрессивная манера во всем. В игре на барабанах, он требовал экспрессии, экспрессии, всегда экспрессии от нас. В школе Гришу называли проклятым двоечником. Но в 14 лет ему удалось поступить в музыкальное училище. Потом была служба в армии. И, вернувшись в родной Сочи, талантливый парень стал звездой танцплощадок. Сразу цеплял, и все, человек превращался в фаната. И потом многие люди специально приезжали там из Питера, из Москвы, или там из Киева, или там из Ташкента. Сочинские заведения буквально дрались за выступление Лепса. Там, где поет Гриша, будут заняты все столы и выпьют много. У нас сцена была. И вся сцена была усеяна всегда вот деньгами. Потому что его очень любили. Приходили только на его концерты. Лепс заколачивал огромные деньги, которые спускал в казино и на женщин. В начале 90-х быстрым штурмом взял Москву. Первый же клип стал настоящей бомбой. Все гадали, кто эта прекрасная незнакомка, которую заклинает Григорий. И говорят, что песня Натали посвящена не возлюбленной, а двоюродной сестре певца Нателли, известному в Сочи адвокату. В 1994 году ее зверски убили бандиты. И Григорий покинул родной город. Герой этого фильма косит под иностранца, чтобы проникнуть в номер к даме. Это был настоящий квест, и дело трудное. Во всех советских гостиницах действовал строгий закон. После 23 часов в номерах не должно было быть никого, кроме временного хозяина этой комнаты. И особо много работы у администраторов было по вечерам в гостиницах в Сочи. Согласно гостиничным правилам, мужчина с мужчиной можно. Женщина с женщиной тоже можно. А мужчина с женщиной после 11 не положено. Но львиная доля граждан не имела денег на гостиницы и не хотела биться в профсоюзе за путевку в санаторий. Люди разбивали палатки и готовили еду на костре. Но большинство дикарей хотело крышу над головой, душ и нормальный туалет. И начинался коммунальный квест. Поиск жилья по так называемым частникам. А вот тут у меня йог остановился. Йог? Ну да. Этот чудак днем спит, а ночью купается. Ха-ха. У нас центр города Сочи. Все вот квартиры, в которых проживали люди, они вывешивали такие таблетки, если это все помнит. Значит, квартира не сдается, квартира не сдается. Чтобы не мешали людям отдыхать, потому что по ночам звонили. И убогие интерьеры клетушек, которые снимали туристы, совсем их не расстраивали. Ведь они приехали сюда ради моря, пляжа, вина и свободы. Короткого, но яркого морального упадка. Гей-даст, 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 гей-даст! Марк Рудинштейн сумел устроить так, что сексуальные радости в гостинице «Жемчужина» были позволены участникам фестиваля «Кинотавр» в любое время суток и с кем угодно. Ночью гостиница тряслась. И повизгивала. И некоторые не могли, конечно, заснуть в том числе и от этих шумов за стенкой. Они были очень характерны, чрезвычайно характерны. И местная публика, и заезжие отдыхающие приходили к гостинице, чтобы увидеть близко звезд. Тут весело проводили время те, кто уехали в Америку. Можно было оценить фигуру Ларисы Удовиченко в смелом купальнике. И пышные достоинства Ирины Розановой. А чего только стоил торс Валерия Леонтьева. И пьяные выходки Александра Абдулова. Однажды он дал в холле отеля необыкновенный концерт. Заливается шампанское в рояле. Запускаются кильки в рояле. Представляете, в шампанском вине прыгают эти самые молоточки. Но Абдулов это воплотил в жизнь. Но в 97-м Абдулов попал в эпицентр некрасивого скандала. Он представлял на кинотавре картину «Шизофрения», в которой был автором сценария и исполнителем главной роли. Общак у патрона. Я думаю, наши общие знакомые только спасибо скажут, обнаружив твой труп. Фильм разнесли в пух и прах. И Абдулов больше всего обиделся на одну из кинокритиков. Он стал искать для того, чтобы вообще морду ей набить. А ей было лет 75. Это совершенно замечательно. Нашел ее на пляжу и сказал, так, во-первых, как вас зовут? И вообще, встаньте, пожалуйста, вы там с Абдуловым разговариваете. Что такое? Абдулов был женат в то время на Ирине Алферовой, но верности ей никогда не хранил. И в Сочи мог крутить параллельно сразу несколько романов. Он был супергерой, на которого бросались просто все. То есть ему готовы были отдаться, я не знаю, там, под лестницей, в туалете, в коморке. Вот просто вот так вот, зонтом закрывшись, готовы были отдаться. Алферова пролила из-за похождения мужа на кинотавре немало слез. Абдулов потом каялся и клялся жене, что это не повторится. Но слово не держал. Пара в итоге рассталась. И зачастую как раз такие фестивали становятся разлучниками даже в известных звездных парах. Марк Рудинштейн в 2005 году продал свой фестиваль за 2,5 миллиона долларов и неожиданно пустился в громкие откровения. Рассказал журналистам желтой прессы о том, что происходило в Сочи, и написал скандальную книгу «Убить звезду». Он говорит, да, это отчаяние. Пойми, что это жест отчаяния у меня, вот эта вот книга. Продюсер поведал, как вылавливали из моря пьяного Михаила Ефремова. И некрасивые сцены актер потом устраивал в «Жемчужине» еще лет 15. Написал, что Ирина Розанова и Татьяна Догилева всегда не прочь прокинуть бокальчик. И муж Догилевой даже пытался вразумить жену кулаками. Кто-то отнесся к этому с улыбкой, как Догилева. А для кого-то, конечно, эти строки стали оскорблением. Рудинштейн назвал актрису Любовь Тихомирову супер-женщиной, которая побывала на фестивале во многих постелях. Ей больше не давали ролей, репутация была безнадежно разрушена. Хотя Тихомирова утверждает, что Рудинштейн ее оговорил. Там было мое фото, по-моему, в купальнике или что-то в этом духе. И некие связи, которые мне приписывали, это было очень странно. На одном из ток-шоу Рудинштейн рассказал, как раскованно вела себя с мужчинами бывшая жена Армена Джигарханяна. И Василина Цымбалюк-Романовская бросилась на него с кулаками. Я ее выгнал с фестиваля «Кинотавр» за одно, чтобы она не предлагала свои условия. За что попал под ее гнев. Страшно пострадала репутация Олега Янковского. Он был всегда лицом фестиваля. Вынужден был сидеть за одним столом с бандитами и неприятными спонсорами «Кинотавра». И Рудинштейн выставил его человеком, который каждый день изменял жене в номерах, которые оплачивал продюсер. Он снимал до пяти номеров для внесемейных утех. И когда кому-то что-то приспичивал, он выдавал. Вся страна узнала, на что был способен Сергей Шакуров. Оказалось, что актер может много выпить. Сергей Шакуров в веселом состоянии духа, значит, в смокинге, сиганул в бассейн. Значит, там вечером накрывались столы у бассейна. Прохладно, хорошо в Сочи. И от куража, значит, там сиганул. Но откровение Рудинштейна о том, что вытворяли гости «Кинотавра» в Сочи, стоили ему множество деловых партнеров и друзей. Я нажил себе много врагов уже этим. Причем непростых врагов. Те, кто буквально кормились у него с руки, демонстративно перестали общаться с продюсером, назвали грязным сплетником, токсичным и даже нерукопожатным. Там все обиженные. Даже на похороны никто не пришел практически. И хотелось бы, что могли бы, между прочим. Сочи всегда был столицей аморалки. Но главное правило гласит, на курорте можно все. Но приличные люди не рассказывают о том, что видели в этом эпицентре разврата. Редактор субтитров А.Семкин